Президент провел онлайн-совещание с премьер-министром, в ходе которого глава государства отметил важность обеспечения граждан соответствующими лекарствами. Необходимо проводить тесную работу с фармацевтическими компаниями. Поставил такую задачу перед правительством глава государства. Он также обратил особое внимание на вопрос поддержки медицинских работников. Задержек с выплатами заработных плат и компенсаций, в том числе заболевшим медикам, быть не должно, отметил Сорунбай Джейнбеков. Подробности далее. Меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране стали одной из главных тем на совещании главы государства и премьер-министра. Коадбек Буронов рассказал о работе по недопущению дальнейшего распространения коронавируса в городах, областях и районах. Однако глава правительства обозначил и две основные проблемы, которые необходимо решать повсеместно в борьбе с COVID-19. На сегодняшний день одной из главных проблем является нехватка лекарственных средств. Из-за этого у многих граждан возникает недовольство. Вторая задача, которая также требует решения, является нехватка медицинских работников. Это две проблемы, над которыми мы работаем. Для решения проблем с нехваткой лекарств в последние дни в Кыргызстан начали пребывать в партии медицинских препаратов, пользующихся наибольшим спросом, отметил премьер-министр. Однако работа по доставке необходимых лекарств не заканчивается. Сегодня прорабатывается вопрос поставки необходимых препаратов через дипломатические учреждения за рубежом. В свою очередь глава государства отметил, что дефицит и удорожание отдельных лекарственных препаратов вызывает обоснованное возмущение у населения. Граждане должны быть обеспечены всеми соответствующими лекарствами, сказал президент. Продолжение следует... В ходе совещания Куадбек Буронов сообщил и об эффективности работы дневных стационаров. Все нуждающиеся получают своевременную медицинскую помощь и консультации. Аналогичная работа по открытию дневных стационаров прорабатывается и в регионах страны. Помимо этого в столице начнут действовать еще два ночных стационара. Идет работа над набором врачей. Глава кабинета министров рассказал президенту и о посещении обсервации Семи-Тей на территории аэропорта Манас. Там было открыто реанимационное отделение и усилен контроль над улучшением условий. Касаясь работы врачей, президент обратил особое внимание и на вопрос поддержки медиков, отметив, что задержек с выплатами заработных плат и компенсацией, в том числе заболевшим медикам, быть не должно. Все врачи должны своевременно обеспечиваться горячим питанием. Глава государства также подчеркнул важность проведения работы по пополнению резерва медицинских кадров, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. Семи-Тей на территории аэропорта Манас Сурумбай Джеймбеков указал и на важность выстраивания эффективного взаимодействия с волонтерами и гражданскими активистами. Однако на фоне борьбы с вирусом нельзя забывать и о цифровизации сферы здравоохранения, что является основным требованием в реформировании системы. Также глава государства обратил внимание на доступность прохождения компьютерной томографии гражданами, обеспечение данной услуги в государственных медицинских учреждениях. В свою очередь глава правительства отметил, что ведется работа по обеспечению медицинских учреждений оборудованиями компьютерной томографии. За первое полгода было приобретено 6 соответствующих оборудований. Всего их количество по Бишкеку на данный момент составляет 12. В планах имеется обеспечить ими медицинские учреждения в областях. Вместе с этим прорабатывается вопрос закупки кари от скорой помощи и увеличения реанимационных зон для тяжелобольных пациентов.